Возможно, я не совсем понял, как именно работает Ваш робот, как он ищет, как он отслеживает эти платежи, как произойдет процесс, если это не секрет, конечно. Как происходит процесс? Ну, как Ваш робот работает, как он получает доступ к платежам, куда не отходит, как осмелляются деньги, если это конечная... Ну, вот я вначале говорил, есть квартал 007, куда можно зайти и практически самостоятельно попробовать поработать с этой системой, с этой информацией. То есть тут в данном случае, что мы сейчас решаем в эту инклюдационную программу, это веб-версия визуальной аналитики, которая уже как бы есть в Telegram-боте, которую тоже можно практически пощупать и поработать, и все функции, которые уже реализованы, они есть на этом портале. То есть если про них рассказывать отдельно, как пользоваться системой, это не будет именно... Нет, просто тут вопрос такой маконичный. Источник данных, это те данные, которые на номер 7, да? Источником данных являются открытые данные, которые предоставлены в публичный доступ, казначейские платежи и в проекты ЕДАТА, которые при Министерстве финансов и поддерживаются им, предоставляют эти данные. То есть эти данные, ежедневные транзакции, они в публичном доступе, наш инструмент, он только позволяет их визуализировать и работать с ними. Ну, возможно, я смогу более детально. Если хотите. Это мне не надо. Реально не надо. А это вот в этом была суть вашего вопроса? Данные открытые. Они есть в публичном доступе в интернете. То есть мы их используем и... Нет, я не перейдем на ваш вопрос, я подплаться его. Спасибо большое. Вот адрес 007.org.ua, вы можете за неделю попробовать ее, а потом мы на следующем припичинге, который будет на следующей неделе, если что-то непонятно, ответим на все вопросы. А есть какие-то еще вопросы, комментарии? Антон, не слышно? Ну, проект интересный, нам он, в принципе, понравился, даже в знакомой какой-то степени. Было что-то похожее уже. Но круто, круто вам понравилось, в принципе, интересно. Только чуть-чуть вам бы добавить, как мне кажется, чуть-чуть добавить по... Ну, как сам продукт реализовывается, как происходит система. Как реализовано технически, или... Как это присмотреть поиск, чуть-чуть обширеннее сказать о данном продукте, что он делает в конце, как он делает сам документу лично, либо будет интересно. Да, ну и если так, с технической точки зрения, если у нас питчинг 3 минуты, по-моему, немножко он умеет. Да, да, с технической точки зрения, у нас текущее время питчинга это 7 минут, то есть нам его нужно сократить больше, чем в 2 раза. Да, я хочу дать некоторые комментарии по презентации. Теперь информации стало очень много. Ну и поэтому такой длин типичен. Тут вопрос в чем? Во-первых, мы сейчас прорабатываем презентацию для демо дня. Мы подразумеваем, что это, ну, как бы у нас могут быть разные виды презентации, да, устная презентация, да, такая, которую вы используете там на встречах с партнерами, либо на демо дне. Нет, она должна быть меньше, ну, она должна реально содержать чуть меньше материалов. То, о чем вы хотите сказать подробнее, это нужно делать как дополнительные материалы и раздавать там в пресс-папках, либо просто в раздаточных материалах для людей, которые смотрят ваши выступления. Вот, то есть, ну, допустим, я приведу пример там, когда есть слайд по затратам и по бюджету проекта, вот, там очень много информации. На самом деле, для устной презентации такого вам нужно иметь подробный бюджет, но выводить это на презентацию не нужно. То есть, достаточно сказать о том, что на ближайший год у нас, как бы, вот такой план финансирования. Там, к примеру, общая сумма миллион гривен, которая, да, я вижу, ну, вот, посмотрите, насколько, ну, во-первых, я отсюда даже не вижу, что там написано. У меня, правда, зрение немножко не очень, я предполагаю, что могут быть еще такие люди с очень хорошим зрением. Нам нужно показать три цифры. Общая сумма инвестиций там на период, и как она распределяется между продуктом и продвижением. И, возможно, еще, ладно, там, админ затраты, то есть, это легко воспринимается. Те люди, кому интересно посмотреть детальный бюджет проекта, инвестиционную часть, план доходов, план расходов, могут это сделать, если вы предоставите дополнительные материалы. Либо, если после пичинга у вас, ну, вам зададут конкретно такой вопрос, да, по поводу бюджета там, а как вы планируете там, например, ну, я не знаю, свои затраты на маркетинг, вы можете описать более детально. Ну, либо какой-то еще наводящий вопрос. Ну, они вот представлены отдельной колоночкой, то есть, есть вот на разработку и на просувание. Да, я понимаю, вы вывели очень много информации. Для презентации, так, устной презентации столько не нужно. Нужно этот материал иметь как дополнительный для ознакомления. Вы его либо раздаете людям, которые присутствуют на презентации, либо он у вас перед глазами для того, чтобы ответить на дополнительные вопросы, которые могут возникать, ну, у людей, которые вас слушают, да. У вас еще, да, один маленький вопрос, ну, по поводу дополнительных, да, могут быть дополнительные материалы, например, по бюджету вашему, либо это могут быть скрытые слайды. То есть, вся ваша презентация, это слайд, это 10 максимум, то есть, для 2-3 минут этого нормально. Но если есть какие-то вопросы более обширные, которые, ну, не стоит, наверное, поднимать вот вкусные презентации, как Ира говорит, это можно сделать в виде закрытого слайда. Если у кого-то возникнет какой-то вопрос, то вы можете вернуться в бюджет и так раз и показать. Ну, и показать свой такой очень классный уровень профессионализма, то есть, предугадать вопрос, ну, такой, очень, который может быть 100%. То есть, если как бы обобщить, у нас сейчас получилась достаточно объемная презентация. Ее нужно, ну, это хорошо, потому что, например, если вы кому-то ее отправляете, то человек там ознакомливается только в письменном виде, то, конечно, ему нужен такой объем, чтобы детально во все вникнуть. Для устной презентации это немножечко много, поэтому, ну, на мой взгляд, на этой неделе стоит поработать над тем, чтобы вычли не самое важное, что вам нужно для устной презентации, сделать дополнительные материалы, либо скрытые слайды, как это предложила Катя, для того, чтобы, если возникает... Скрытые это в каком смысле? То есть, они должны быть и в презентации, но открываться по вопросу? По запросу, по запросу, да. Вот кто-то хочет детальнее посмотреть ваш бюджет, или конкретно у него есть вопрос по бюджету. Расширить. Вы расширяете, показываете, да, вот, пожалуйста, вот информация. Вот, по сути, нам нужно ее сейчас немножечко судить. Это первый момент. Второй момент. У вас сложный сервис, ну как, ну, не самый простой. Вот. Очень много цифр, очень много данных, презентация вся в этих цифрах и данных. Когда вы проводите устную презентацию, нужно, как бы, ну, на ваш взгляд, хорошо, если у вас есть какая-то визуальная поддержка слов, о которых вы говорите, чтобы люди не читали за вами со слайдов все, о чем вы рассказываете, а вы давали некую, ну, некий образ, который подтверждает то, что вы проговариваете. И ключевые тезисы должны быть вынесены. То есть, оно должно визуально восприниматься проще. Здесь не хватает картинок, не хватает вот того, что помогает человеку образней мыслить и вникать. Да, вот это одна картинка в конце презентации. Я с вами с вами. Ее надо убрать презентацию вообще. Почему? Ну, некоторые от людей, она вызывает крайне негативные эмоции. У кого-то все равно что-то вызывает. Вопрос в чем? Вопрос в том, что нам нужно... Мы рассексиментируем таким образом аудиторию. У кого вызывают негативные эмоции, у кого вызывают позитивные эмоции. А, я стараюсь. Будем... Хорошо. Смотрите, наша задача из всего большого объема информации, 20 слайдов, которая получилась, вышлинить сейчас по каждому блоку самые главные тезисы, которые мы выведем для устной презентации по каждому слайду. И поискать этому какие-то адекватные визуальные образы. Потому что, если их не будет, то ваша презентация будет скучной. Я вам говорю, как есть. Я сегодня, кстати, расшарю на всех примеры хороших презентаций, вот реально классных презентаций, которые были там на разных питчингах, для того, чтобы вы просто вдохновились. Ну, или я могу там показать в конце нашего... Даже вот, ну, можем все вместе посмотреть, там, когда мы закончим презентацию проектов. По сути... По сути, по сути, по сути, по сути... Ну, я не знаю, там стоит ли сейчас глубоко комментировать структуру презентации? Последовательно сильно? Мне кажется, что нет. Сейчас вот важный момент... Последовательность. Ну, максимально старались. Экзотивы самаре, которые шаблон давался, придерживаться. Но получилось пока переделать все по той структуре. Ну, потому что вон... Я думаю, что за эту неделю успеем. Я тоже думаю, что успеете. Сейчас просто действительно важно из всего этого максимального объема создать лаконичную презентацию, которая годится для выступления, и понять, какую информацию вынести за скомки, для того, чтобы дать ее там для ознакомления или отвечать на вопросы, если они возникают. И последовательность все равно немножечко-немножечко еще не в том виде, в котором нужна. То есть там у вас, допустим, посреди презентации команда. Команда всегда представляется в конце, как некое такое резюме, какие лица стоят за проектом. Потом вы объясняете основную суть проекта, а потом опять ближе к концу презентации возвращаетесь к вопросу позиционирования. Это не нужно. То есть это скачки, это такие логические скачки, когда человек уже вроде для себя понял все о позиционировании, а потом вы зачем-то к нему возвращаетесь. Нам нужно посмотреть, какие информационные блоки дублируются, либо разбрасываются в разных частях презентации, и сгруппировать их для того, чтобы вы поэтапно закрывали ряд вопросов. Показать суть проекта, показать, как эта проблема решается сейчас, кто еще работает на этом рынке, в чем вы лучше, как происходит механика вашего проекта, как вы собираете данные, вот тот вопрос, который задавался, на который вы отвечали. Потом показать этапы внедрения проекта, его бюджет, коротко, да, ну и какой-то план продвижения, если у вас есть, и команду, все. Вот это должно быть на самом деле максимально коротко, всю дополнительную информацию вынести. Ну вот у меня, в принципе, все. У нас такие проекты, там есть архитектура информационная, там берем данные, там... Ну вот это имеется в виду, да. Если источники данных, куда они берутся, как они интегрируются и как они вывозятся, то это приблизительно архитектура IT-проекта, она может быть... Да, да, ну это имеется в виду. Вот у меня коментарии такие, может кто-то еще что-то добавит. Пичингу? Да. Когда пичимся, не смотримся себе за спину на презентацию, никогда не смотримся. Смотримся только вперед на аудиторию, на одну сторону головы, на другую, и смотримся в экран. Не нужно никогда смотреться на большой экран. И пичимся всегда в зал. За спиной прерва, и океан, и ничего нет, и тебя там никто не почувствует. И смотримся только вперед, всегда. Каждый раз, когда ты повертаешь голову, это минус 10% на твоего инвестора. Так я же показываю, дивись сюда на экран, а ты повертаешься. Ну, когда я там крутился. Так, ладно, я сразу хочу задать вопрос по поводу того, что у вас случилось на прошлой неделе. Что у нас случилось? У нас прошлой неделе. Мы пишем це? Да, можно не писать это. Да, можно не писать это. Спасибо.